Я с первого дня войны слежу за всем, что происходит и очень переживаю за Украину. Сама проживаю в Штатах, родом из Туркменистана. Я знаю, что вы читаете комменты, поэтому решила сообщить вам о неприятной новости. Вот это, кстати, то, что про иностранных наемников, которых сейчас вербует, вот то, что я говорил в оперативной обстановке, вербует Талибан. Вот послушайте, где еще вербует Российская Федерация иностранных наемников. Так вот, только что мы говорили с ребятами из Афганистана, этническими туркменами. Их русские вербуют сейчас в качестве вознаграждения могут себе присвоить все, что захотят. Дома, участки, машины, имущество, даже девушек. Любая понравившая девушка станет типа его, вернее, помогут жениться и забрать с собой. Все документы сделают. Так обещают русские вербовщики вот этим этническим туркменам, которые живут в Афганистане. Ну, они же знают и русские, с ними легче общаться. А вербованных, а завербованных везут через Туркменистан, как нам объяснили. Думаю, об этом нужно рассказать скоро. И из Пакистана, Индии, Африки привезут вербованных чучел. Не знаю, как это остановить. Так что, ну, для всех говорю, что мы знаем об этой ситуации. Ну, и для нас с вами, конечно же, известие не самое приятное, что российские вербовщики работают по всем фронтам, во всех странах, по всем направлениям, куда их пускают и разрешают, для того, чтобы обеспечить укомплектованность вооруженных сил Российской Федерации. Кстати, заникает тогда логичный вопрос. А зачем же объявляли мобилизацию? Так что, мобилизация, выходит, не решает проблемы победы в войне или проблемы стабилизации фронта? Вы набираете пушечное мясо теперь в иностранных государствах? Ну, тогда, наверное, все-таки надо поднимать вопрос перед нашими партнерами, что Россия все-таки является страной террориста. Редактор субтитров А.Семкин